Здравствуйте, дорогие зрители! Спешим порадовать вас последними новостями мыльного мира. Ну, итак, приступим. Необывалый по интенсивности скандал разразился с актером Давидом Сипедой. Уже не в первый раз актеры становятся жертвами утечек всяких их интимных фото или записей. Ну, тут действительность превзошла все ожидания, потому что утекла запись, где Сипеда не только предстал совершенно обнаженным, но еще и мастурбировал на камеру. Ну, вероятно, вполне, что эта запись предназначалась его бывшей невесте, но увидели ее все, кому не лень. Бедный Сипеда совершенно деморализован, но прессе пояснение дал. Сказал, что он признает свою ответственность, но большая вина лежит все-таки на том, кто эту вещь обнародовал перед широкой публикой. В суд он подавать не собирается, не будет, не хочет тратить на это свое драгоценное время, у него других занятий полно. И тем более весь, так сказать, возможный вред уже был причинен. Коллеги Давида повели себя очень благородно, поддержали его в трудную минуту. Марджори де Соуса и Мариана Сиане сказали, что все это вообще полный верн, да? Не стоит даже обсуждать. Ну, мало ли чего в жизни бывает. Давид хороший друг, классный профессионал, а остальное его личное дело. Действительно, каждый человек занимается чем хочет у себя дома. Тем более, что никому он эту пленку специально, так сказать, к нос не совал. А если уж вы не поленились залезть в интернет, зайти на соцсеть WhatsApp и там разыскать такую пленку, говорят, ваши личные проблемы. Тем более, что сам Сипеда сказал, что он чувствует свою вину и перед зрителями, и перед своей бывшей невестой. Ну, тут уж сделанного не воротишь. Извините, надо лучше защищать свои вот эти вот вещи интимные. Но тут речь даже не о том, как среагировал сам Давид, и как среагировали его коллеги. Речь о том, как среагировали некоторые журналисты. Они, так сказать, показали себя в полной красе. Я говорю о Максиму Цайт сейчас, который с упоением обсуждал в эфире размеры детородных органов Сипеда и очень удивлялась, что они не такие большие, как ей казалось. Вообще, по душе уже старушке пора думать, а не о тех вещах, о которых она тут рассуждает, честно говоря. Почему-то я не удивлена, потому что Максим и раньше не брезговала подобными вещами. Ну, а теперь все дошло как бы до своей логической точки. Ниже уже падать некуда. Ну, остается только, я не знаю, ну что, может быть, ей самой в эфире остается заголиться. Тем более, что дама у нас уже престарела, и удовольствие зрители получат море. Очень странные истории приучились на днях с несколькими людьми. Ну, первая история с Майти Перрой. Ну, вы все знаете, что у нее есть жених по имени Кокос Самбук. Личность весьма странная, колоритная, не сказать хуже. Но, по всей видимости, у них там большая любовь. И уже даже поговаривали о том, что Майти собирается тайно за него замуж выйти. Она не хочет, не сказать, пышной церемонии, но хочет вот такой церемонии только для своих. И вот, продюсер Педро Демиан заявляет испанской программе Via Rosa, что Майти, оказывается, прекратила отношения с совершенно другим человеком по имени Гвидо Ларис. Гвидо Ларис – музыкальный продюсер. И Демиан сказал, будто она уже не вместе с Гвидо. И как это, прикажете понимать? Как повышенную ветренность Майти, которая при живом женихе закрутила роман с каким-то Гвидо, и с ним же отношения эти порвала. Или как повышенную любовь к сплетням Демиана. Кстати, сама Майти ничего не комментирует. Может быть, потому что и нечего комментировать. Будем надеяться на это. А вот вторая история вообще ни в какие рамки не лезет. Но вы помните, что недавно был совершенно дикий скандал с одним из изданий, которое рассказало о том, что погиб в автомобильной катастрофе Рикки Мартин. Так вот, история из той же серии. Сообщили, что Анжелик Бойер и Себастьян Рульи якобы погибли в автомобильной катастрофе. Вместе, вдвоем. Якобы Рульи не справился с управлением. Все это произошло в Мехико, на одной из самых оживленных мексиканских магистралей. Ну и опять-таки, как это прикажете понимать? Кто это такой креативный, что придумывает такие вещи для раскрутки своего дерьмосайта, простите? Руки бы ему потрывать вот эти вот шаловливые. На самом деле, конечно, стоит поговорить об этике интернета. Точнее о том, что никакой этики у интернета нет. И сами понимаете, что на любой вкус можно найти любую новость, в том числе и об очень известных людях. А как привлечь внимание к своему сайту? Только распространив такие новости. Ну, а теперь приступим все-таки к романам. Кое-какое количество у нас имеется интересных романов. Айлин Мухико решила, что хватит горевать в одиночестве горьком. И завела роман с бизнесменом Ангелем Саидом. Ну, мы вам уже говорили о том, что Айлин, она мечтает о принце. О том, что она найдет когда-нибудь человека, который полюбит ее. А не только ее статус звездный. Ну вот, пожалуй, что она шла. Тем более, что этот бизнесмен мексиканский, он кубинок страстно любит. И до Айлин у него был роман с другой кубинкой, Малелани Марин. Ну вот, любит он роскошных блондинок. Что делать? Пусть теперь блудный муж Айлин по имени Габриэль Валенсуэла локти грызет, что потерял такую роскошную фемину. Мы ему даже и не сочувствуем. Андрес Гарсия не унимается и находит себе женщин все моложе и моложе. Предыдущая его жена была 38-39 лет, если я ничего не перепутала. А вот эта девица у нас 29-летняя. Зовут ее Анна Лусия Салазар. Вот так вот. 73 года мужику, а он в прекрасной форме. И тебе поскандалить, и тебе роман завести. Ой, классный мужик, конечно. Даже завитки берут. Сандра Чавария скоро будет матерью. Это уже неоспоримый факт. Она прошла ультразвуку, убедилась в том, что у нее действительно будет ребенок. И даже сказала о том, что чувствовала при этом, что бьется сердце ее будущего ребенка. В общем, сами понимаете, очень такой трогательный нежный момент. Поздравляем будущих родителей. Желаем им всего-всего самого лучшего. Ну вот, на сегодня у нас все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok